Здравствуйте всем, меня зовут Сергей Герасимов, я подводил сенсор, у меня ведительный курт. Презентация называется «Новая мутрашка», потому что она звучит… «Новая родная речь», на самом деле это называется. Я знаю и видел в зале несколько людей, которые работали с Go, профессионально или не очень, или просто интересовались и все такое. Презентация будет про Go, про язык, ничего там супертехнического не будет. Если у бросового стола я не ожидаю, то на самом деле именно поэтому. До теплешнего времени основной речью всего бэкэнда была джама, была дутнет, была особая группа фриков, которые считали, что это может быть что-то другое, типа питонная рука первая. Вот я к ним тоже относился по большому счету. Несколько лет назад появилась Go и мы в течение презентации посмотрим, почему можно его считать новым родным языком. И я постараюсь вас им заинтересовать. Мы рассмотрим какие-то замену ООП в нем, какие-то конкуренции паттерные. Рассмотрим за, против, все. И какие-то вам еще слабик были, я уже не сильно помню. Сейчас. Нет, это есть. Тоже нет. Сейчас, подождите, давайте найдем вместе. Ура! Хорошо. Значит, 2007 год. Массовые забастовки в Google. Люди требуют свободы. Более дешевого майн-тенанса, без багов. Я пошел домой. Дешевого майн-тенанса. Дешевого майн-тенанса. Дешевого майн-тенанса. Вот. И, собственно, отменяем гневидическую депозацию. После того, как начали шуметь в рифтах, в первое решение, что надо все-таки делать, привлекли Майка Томпсона, Роба Пайка, люди, которые были замешаны еще с СИ, разработки языка СИ в 70-х годах, и кучу всякого молодняка, чтобы разработать новый язык, собственно. Хорошо, это получилось. Да. Дизайн, первое предложение, оно немножко непродивое, потому что в предтечии языка Google был язык Parrot, который был там еще появился в 80-х годах. Он служил для разработки операционной системы Plant 9. Собственно, Роба Пайка, третья строчка, это все люди, которые были привлечены еще в разработку Parrot'а и разрабатывали, скажем так, драфт и TKO. Сейчас, в принципе, Google выведен в Open Source, но изначально, с 2007 по 2009 год, его пилила команда разработчиков из Австралии, и, по-моему, ее было несколько в штатах. То есть, было огромное количество людей, которые принимали участие в этом. В ноябре 2009 года он стал open source, и сейчас любой желающий, даже люди с того стола тоже могут, если им что-то не нравится, принять участие в разработке, что, собственно, много людей делает. Сейчас версия, это самая свежая, 1.7, то есть люди, они не смешат с банковым, миндорно-отверженных версий. Первая версия была в новом году. Что приятно, соблюдается обратная совместимость, и, в принципе, код, который был написан на версии 1.7, он почти без исправления будет работать на версии 1. Обратная тоже правда. Таксисторич, ну, тут обязан был быть слайд с логотипами. Любой нужен найти свою любимую компанию. Моя это такое, конечно. Что приятно, что все названные и показанные компании, кроме АТБ, они принят участие в open source. У нас практически у всех этих компаний есть какие-то истории или репертури компании, профайлы компании GetFiber. В общем, многие, что и контрибьют, состоятся из интернеров. Кстати, тот продукт, который он сказал Дима в предыдущей презентации, но он, как и почти все, с хэш-экорд, он должен быть на go, и он, собственно, легковесный, но об этом мы поговорим позже. Да. В интернете куча есть статей, слайдов, презентаций, видео о том, как какие-то компании приходили на go с абсолютно разных языков. И вообще, я считаю, что это довольно суцесс. Тори, когда переходят на go с Uber и срезается производительность с тизерами, например, и так далее, и так далее. Самые странные, в основном, переходят на go с Uber, потому что очень дорого платить на серверах, на память, и все остальное. Переходят на клетона и все остальное. Есть обратная история, переходят на что-нибудь более странное, потому что людям хочется что-то странного. Димеет, таких вот статей, очень много, это приятно. Сейчас посмотрим за и против, почему это хорошо, а почему-то может быть плохо в определенных условиях. В общем, странно, когда уходит до Uber, он работает. Какой-то импульс надо передать. Окей. Производительность. Производительность на уровне C, C++, с меньшими тратами на разработку этого всего дела. Производительность сравнима с Java, в некоторых случаях выше Java, в некоторых случаях хуже Java. Опять же, все зависит от лошадки из кейсов. Но в целом это не Python, не Rupi, не динамическая, не компилированная. Потому что это все не динамическая, а компилированная. Ух ты. Класс. В общем, вторая, третья строчка. Компилируется в сингвебанере, потому что это проблема с сфоткотехнологией. Это приятно, потому что нет никаких виртуальных машин, нет интерпретатора, и все остальное можно компилировать, передать по сети, запустить. Это будет наоборот в другом случае. То есть все анонтальные библиотеки. Все необходимое для работы вашего приложения на комнатах STI, оно уже втылено в адаптернарной, который не особо тяжеловесный. Средняя программа, на моей практике, занимает до 20 мегабайт. Бывает больше, конечно же. Но, тем не менее, это очень удобно и удобно для деплоя, для поддержания всей экосистемы. Если вот несколько, например, рост, тут же два станет. Довольно удобно. Богатая стандартная библиотека. На моей памяти это первый язык, наверное, в котором была бы такая богатая стандартная библиотека на 5-6 год существования. Некоторые языки не могут выходить до сих пор. Либо МЭС с документацией, либо что еще. Тут, собственно, что поддерживает крупная компания, потому что и документация адекватная, и довольно много отходов библиотек, или библиотек, включенных в данную стабилит. Работа с сетью, работа с файловой структурой, системное программирование. по нейтракам, как я уже говорил. Работа с изображением, все остальное, текст само собой, все это есть. То есть вам практически ничего не надо будет дополнительно вставить. И в последнее время замечается такой паттерн, что если вы используете для микросервиса Google, то лучше использовать стандартную библиотеку, стандартный пакет вместо чего-либо другого. потому что это более такой конвенент путь. Очень странно. Статическая и очень простая депрессация. По-моему, ну, собственно, да и все. Очень простая, потому что там нет typefamilies, typeclass и прочего, как есть, например, в паскеле или в других функциональных языках. Супсеры, почему-то менеджеры, считают, что ГОД функциональный язык – это нет, это неправда. Я не знаю, чей подача не так думает, но anyway. Чем это лучше, чем динамическая активация в данном случае, потому что вы точно знаете, вы можете более ориентированно написать статусный код, можете о нем размышлять в более четких терминах, и вы, в принципе, когда занимаетесь типовой квилибристой КВМ, можете тогда понять, что вы получите с той или иной функцией и так далее. То есть у вас не будет неприятных сюрпризов. Это позволяет писать меньше тестов. В принципе, да, позволяет писать меньше тестов – это главный плюс этого дела. Второй, не менее важный плюс, которое дело всего, технической деятельности – то, что у вас тулсет, который помогает вам писать программы, поддерживать, тестировать и так далее, он может, опять же, с большей уверенностью размышлять в КВМ и проверять текущую программу, что гораздо лучше, чем куча динамической деятельности. Я пришел в ГУ из Руби, там было все плохо. Но дело именно из-за динамической деятельности. Практически прямое, плоское кривое обучение. Он язык очень компактный. Очень компактный. То есть спецификации языка занимают мокранов 12 или не больше. Ну, в джаве это там, не знаю, страница 1500, наверное, я даже не знаю. А прямое обучение того, что у меня есть опыт тренинг людей, которые вы видели из WPY, из джавы, из андроиды. Они тоже джавы. А в две-три недели человек уже может писать какой-то более-менее адекватный конвининт-код, который не стыдно показать, не стыдно как-то даже ценным тренинг, какой-то завод-косорсить и все остальное. То есть все очень просто. Если вы работали с такими языками, как сиподобными языками, то сипиджал и прочее, то вечер и вы уже мастер. Но уже 24 часа. Поразительно. Сейчас в версии 1.5 были внесены много этнические изменения и автоматическая параллелизация стала возможной. Если в вашем тайм-приложении понимают, что у вас больше, чем одно ядро, то он, собственно, параллелит выполнение определенных объектов. Например, отработают какие-то коллекции или клаварей, разбивают на все ядро. В принципе, в автоматическом режиме появляется язык довольно редко. И довольно ценно, в принципе. Опять же, если вы не фландано подхода или вам надо использовать точно только одно ядро, то это можно дело запретить и не гонять вашу программу на одном ядре. Вспоминаем Телес про статическую гипетизацию. И, собственно, благодаря статической гипетизации у нас есть довольно большие возможности по трейсингу, дубагу, мониторингу, санитургами нет, ваших программ в рантайме, время разработки, призываясь, когда и так далее. Кстати, второй тезис и третий, они все вместе дают нам проверку ошибки во время компиляции. Это означает, что в рантайме вы не получите большого, большого, огромного класса ошибок, которые возможны в интерпретируемых языках или в компилируемых языках в гонической гипетизации. Так, не бывают таких вещей, у которых есть только плюсы, есть минусы, в основном. А когда выходят разговоры о ГОУ, все говорят, что там нет генерика. Но я как-то по-второй сурикам взять и что. Но нет. Для этого генерика, в принципе, разные люди, пришедшие из разных языков, они по генерикам имеют. Это разумевает разные вещи. В жаре это одно, в плюсах, в плейте, чуть-чуть другое. Но не менее, можно использовать в зависимости от ваших потребностей. Если вам надо генерировать, не касательно какого-то физически генерировать, или использовать какое-то, скажем так, наследование на стероиды, то можно сделать либо через генераторы, которые включены были в версии 1.6, или использовать интерфейс. Об этом мы, кстати, пока нечуть позже. Это приключательный, наверное, насох. О, спасибо. Депендентс менеджмент. Он был не очень хорош. Он был не очень хорош. Что это он? Потому что, скажем так, в данной поставке языка отсутствовала какой-либо библиотека средств для управления зависимостями. В новом комьюнити подсвятилась, написала несколько довольно хороших продуктов, которые позволяют менеджер депендентси, которые не позволяют делать из них рекурсивные депендентси и все остальное. Управить версии этих экспериментси и все остальное. Плюс, начиная связь с 1.5, по-моему, да. Это был такой GU-вендорин эксперимент, где, собственно, в язык, не врантайм, а в ту цель языка, были встроены инструменты, которые позволяют поддерживать депендентси. То есть это есть сторонние инструменты, а есть внутренние инструменты для одного и того же. Не очень выразительность. Да, есть при работе с GU-в, он такой, он немножко нудноватый, потому что базовых вещей, которые позволяют, там, хорошо награднокодить, типа, там, терна оператора и прочего, там, к сожалению, нет. И вообще он такой, немножко, такой, суховатый. Но, если вам мало хардкора и мало выразительности, есть бодрый швед, который занимается сейчас разработкой языка Oden. Это попытка разработать полностью функциональный язык. Очень похоже на хаски, с более глубоким пониманием депутатизации на базе для GU-платформы. В сути, это является транслятором из надъязыка Oden в язык GO. В общем, хорошая вещь. То есть, если вы уже пришли на GU, если вам скучно, то вам, пожалуйста. Причинство из вас, не читая тестров, пришли и все подобные языков, из OOP-шных языков. Опять же повторюсь, всегда, как бы, переча менеджерам инструкцирова, OOP-GO, не функциональный, не объектно ориентированный. Он структурный, но в нем есть инструменты, которые позволяют вам чувствовать себя комфортно. Даже если вы пришли с какой-то объектной антижеткой, как вы читали, эхо-галун и еще трех, и считайте себя супер в OOP-платформе. Давайте рассмотрим все элементы, которых вам будет не хватать, и чем их заменить. И консуляция. Все же знают, что такое консуляция. Сокрытие имплементации. Сокрытие имплементации. С этим все очень просто и примитивно. Есть публичные методы, где выставляемые наружу, есть закрываемые, невыставляемые наружу или приватные. Если ваша библиотека, пэккетч, и так далее, что-то хочет держать в себе и использовать только по внутреннему значению, вы пишете с маленькой буквы. В случае с методом или с байсерами. Если вы хотите что-то эксплуатить, или вы хотите делать какие-то публичные API, вы указываете что-то в большой буквы. Например, календателс. По-моему, все более чем просто. Полиморфизм. Тоже всем все ясно, что такое полиморфизм и все остальное. Ой, никому ничего не видно. Так что у вас нет, спасибо. Опять же, у нас есть базовый интерфейс. И у нас нет таких слов, как extend, implement и прочее. Все еще есть интерфейсы. Интерфейс — это перечень методов, скажем так, типа сигнатуры методов, которым будут соответствовать ваши дальнейшие типы. Если у типа, например, у нас есть тип cat. Проверь, спасибо. У типа cat есть тоже метод do sound. Значит, в принципе, вибратор может его рассматривать как тип с интерфейсом animal. Соответственно, мы можем, так как у нас есть даже рейнг, я не буду, наверное, рабочую клацать. Нет, буду. Сейчас я поклацаю, что уже все зрение как появилось. Чтобы не терять, потому что попыкаю в стену. О, супер. Значит, у нас есть тип или класс, если угодно, но это не класс, конечно же. А тип cat, у нас есть тип dog. Они расширяют между собой способность реализовать метод do sound. Соответственно, они могут рассматриваться языком как интерфейс animal. Как тип с интерфейсом animal. Соответственно, лучше, наверное, видно. Соответственно, они могут расширять между собой какие-то common методы, которые присущи интерфейсу animal. Композиция. Наследования честного нет. То есть, мы, опять же, почему не перетим и так далее. Вместо наследования мы используем композицию переиспользуемых, переиспользуемых элементов. Через встраивание... 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 Через emity. Опять же, у нас есть какой-то тип структура, базовая структура animal-животное. У нас есть... Ближу, проверяем. О, супер. У нас есть над тип horse, тут лошадь, который мы встраиваем эту структуру. Соответственно, все методы, которые были присущи, все методы поля, атрибуты, которые были присущи интерфейсу animal, они также не отследуются, а не устраиваются. Именно устраиваются. И путать с наследованием стоит. Они устраиваются в тип horse. Соответственно, потом... Окей, все, бежал. Потом можно использовать. Есть перезапись методов. То есть, если у вас в базовом типе есть определенный метод, но вы хотите его переназначить или переписать для какой-то конечной реализации, вы это можете легко сделать, и он будет применен ваш метод. Абстракция. Последний элемент пашечного мира. Мирка. Сокрытие реализации. Тут очень плохо видно. Прошу прощения, но не планирую, что так будет видно. Хорошо. Опять же, в прошлом примере мы видели обстраивание типов. Так что устраивать мы можем интерфейс. Опять же, у нас есть базовый интерфейс user, у которого есть типо-синентура identity. У нас есть определенная структура, в которую мы устраиваем этот интерфейс. То есть, у нас есть структура role. Есть также два типа admin, например, gGeader. И во время использования мы можем создавать переменные этих типов, но обращаться к ним мы можем через структуру или методы структуры role. То есть, не напрямую. Естественно, мы закрываем, происходит закрытие конечной реализации всех нулянских типов admin и reader. А, за колонной. Я понял сейчас, что такое. Бравее. Бравее. Еще бравее. Зелененькая появляется. Подожди. Ура. Вместо инкурсуляции мы используем пакеты. И механициям, которые у нас есть для работы с пакетами, вместо полиморфизм, есть встраиваемый интерфейс. Вместо наследования есть композиция. Тоже, опять же, через встраивание, но уже структур типов. Вместо PFAX есть опять же M1 интерфейс. То есть, ну, не так все плохо. И, в принципе, если вы привыкли работать с термином PFA, то стоит только приключиться. И стоит привыкнуть применять другие термины, и вы точно тоже молодец. Очень быстро пробежимся по конкуренции паттернов, которые есть, по индустрижным конкуренции паттернов. То есть, это все делается для того, чтобы показать, что языки это все есть. Это все очень просто, базируется на нескольких примитивах, которые есть. Все спасибо и часть аплодисментов в конечность, которые в жизни будут. Идут Иван Данилеку, который разработал визуализатор конкуренции алгоритмов. Да, он с Халькова. Я не буду ждать, он, по-моему, с Халькова. Так, тут точно будут такие стены. В Гоу есть два ключевых слова – Гоу и Канал. Гоу-рутины и канал – это вообще хлеб, масло, икра и прочее. Все, в принципе, конкуренции подхода и частичные подходы по парализации, которые есть в языке. Большое количество паттернов, которые есть в любви в играх, у меня есть книжка «Петлоттена», там 50, наверное, их есть. Они все моделируются и воспроизводятся в голову с помощью других каких-то слов. Тут мы видим, например, на анимации, которая работает в СМС-те. Функцию таймера, которая раз в определенное время, 24 раза с интервалом в одну минуту что-то делает, она посылает канал в цифру 1. Опять же, мы читаем это один, которое пришло из канала. Вот здесь тоже просто есть стрелочка «в» и стрелочка «из». То есть с точки зрения синтакса все крайне примитивно и поэтому очень сильно покупает. Мы с «среди единичкой» ничего не делаем. Тем не менее, у нас наш таймер как-то… Тобто, кто спрашивал, зачем загрузить процессор, вот этим «бархон» нужно загрузить просто сам. Все очень просто. У нас есть такой прототип, очень простая клиентерная архитектура, которая, собственно, на домашине ММЗ может быть реализована. Есть «пингер», есть «понгер». Все, собственно, тоже крайне просто реализуется. Опять же, в каналы мы можем посылать не только примитивные типы, типа символов, строк, цифр, цифр, прошу прощения и прочего, а также можно посылать какие-то более сложные типы интерфейс и так далее. Тут, опять же, все очень просто. Это анимация иллюстрирует подход с двумя эго-камерами. Т.е. в китайских компонгах есть два игрока. Один что посылает, второй развивает. Очень сложно. Так, сейчас проверим, берем другой. Все следующие спикеры знаете, что нужно. Проверим, берем другой. Тот же самый алгоритм, это его иллюстрация. Вы видите, в данной иллюстрации того же самого алгоритма со 100 участников. Т.е. у нас есть те, мы итеративно создаем 100 участников, все участники, они в бэграунде друг другу и что-то передают. И, собственно, таких участников может быть очень много. В чем основная прелесть работы с гоу-рутинами, в принципе, парализацией и конкуренцией игроков, в том, что это очень целико приобретение процессов с точки зрения системы. Можем создавать тысячи игроков, миллионы игроков и так далее, несистемные процессы, зеленые тренды. Все это управляется гипервизором на тайм и так далее. Т.е. вы можете создавать как угодно много каналов и прочее. Т.е. у вас язык не ограничивается. Но подход, к сожалению, не такой, как в орланге. В орланге там запустить умолёт, перезапустить, тут там делать более-менее автоматические, тут присыпаться ручками. Т.е. если вы хотите отслеживать определенную группу гоу-рутин, что появилось недавно в одной, если не говорится, языка, то присыпаться руками. Но, опять же, все крайне несложно. Я об этом говорю. Окей. Код вообще не видно, да? Попробую объяснить на пальцах, что происходит. Данная иллюстрация — это иллюстрация совершенно простого описания режитара Татьяна. Т.е. поиск простых чисел перебором и отбрасывание непростых чисел из определенной последовательности. Опять же, у нас есть функция filter, которая принимает два канала и решает, что с этим делать. Есть функция gerate, которая генерирует нам те числа, из которых, можно сказать, простые числа. Естественно, все это применение функции main. Мы сначала генерируем что-то, причем генерируем это все дело конкурентно, то есть генерируем и сразу же даем функцию filter. Т.е. вот тут стандартный линейный подход. Можем его даже в параллель. Если стандартный со счет возможностей не нужно сделать в параллель, то сделать это в параллельность. Опять же, если вы ищете простые числа, то они используют фричную стенд. О, супер. Так как мы говорим про бэкэнд, то современный бэкэнд не говорится. Гоу можно их делать. Все. На самом деле, я, собственно, последние года полтора, наверное, только тем не понимаю, что пишу игр-сервисы на Гоу. Есть проблемы с подкодом, но мы не будем вообще за это обсуждать. Проблемы с сертификтурой, в принципе, игр-сервисов, я их не буду. Все по скитаю. Мы расскажем, как Гоу просто и хорошо это делать. Сейчас я вообще рекомендовал, есть огромное количество любого консорса, как в любом консорсном языке, есть огромное количество библиотеки, которые решают абсолютно разные задачи, придет по-разному или однако, но называются по-разному. Есть, по-большому счету, две большие библиотеки, которые стоит использовать на продакшенном сервисе. Глукит и Гуавр, о которых мы поговорим чуть попозже. Глукит сейчас поддерживают люди с Гуглом. Изначально он был придуман и написан первой версией на Гугле. Он опенсорсный, у него большое количество контрибьюторов на GitHub, довольно приятный для его развития. Гуглом – это 2-гит, фреймворк, набор библиотеки скорее. Вообще, сделаем бумажку, запомним, что надо вернуться, сделаем какой-то темы. Гугл поедает путь не фреймворка, что у вас есть как Райлс, например, у вас есть все в коробке. Инфраструктура библиотек, которые вы используете. Композировать библиотеки, комбинировать библиотеки вы можете сделать себе чего угодно. Поэтому, собственно, такая довольно хромая тема, которую я не хотел понимать, это веб-фреймворки на Гугл. Они есть, но их никто не использует в большом счете. То есть нет каких-то крупных сайтов, приложений и прочего сделанных для этих формоков, потому что есть паттер про библиотеки, про композицию библиотеки. В принципе, ну вот, кстати, и вот. Почему менеджеры из сервиса считают его функционально? Потому что подход фигурации по функциональным языкам, потому что вы знаете по сигнатуре, вы знаете, что вы отправляете, что вы получаете и так далее. И, конечно, это делаете как комбинированное. Что с динамическим рекламенем. Так все просто. Так все просто. У этой комбинации библиотеки есть интерфейсы, транспортные интерфейсы, которые для работы вообще системы. Есть HTP, HTP, RPC и прочее, прочее, прочее. Все транспорты, которые, в принципе, могут быть использованы вообще между микросервисами, они есть. Они описаны, они протестированы и их можно использовать. Что приятно. Есть и классная вещь, как проблемы с циркотбрейкер. Окей. Термин, пришедший из микроэлектроники. Если у вас что-то поломалось, то эта поломанная должна быть хорошо обработана. И для вашей системы микросервисов она должна быть не как поломанная, как полностью лукшую шерестую, разгоревшую, расплавившую амстойку. Так что, требующая манинтеннесса, но тем не менее продолжающая работать и выполнять свои примитивные какие-то, хотя бы пропускать численно, не стопорят. Есть трейт-лимиттер, что, в принципе, довольно полезно как такой примитивный путь борьбы с ДОСом. Есть логирование. Логирование довольно интересно сделано. Есть стандартные шаблоны, есть шаблоны, которые вы можете композировать сами. То есть, плюс есть тучность, которая вы можете запихивать свои логи. Плюс в логи вы можете создавать просто role, текст, есть json, есть xml и прочее прочее. В зависимости от сроки ваших логопринимающих программ, вы можете делать что проедет. Есть метрики. Есть сбор метрик. В принципе, сбор метрик определенные способности по сбору метрик, которые, опять же, в стартовой предтеку, вы, там, в без строчки кода можно добавить экспоузный метрик для вашего любого петчета. Что может собираться? Программа, которая делает, например, нью-реликом, нью-реликом или чем-то еще. То есть, если вы искали какой-то фреймбок для микросервисов, он есть. Также в Гоу... Ага. Прошу прощения. Мы с системой уже болтали. Все, значит, все элементы Гоу Кита, они очень хорошо ложатся на Layered Architecture. Она очень простая, очень базовая, примитивная Layered Architecture. Есть роутер, который также является транспорт-лайером. Да, есть business logic-лайер, который означает end-point и сервисы. Endpoint — это вместилище для malware. Если вы не хотите... Есть entity, которая выполняется и занимается бенослуги, как и сервис. А есть вот такие брата, которые, не знаю, являются end-point, на которые можно крутить в любых malware и так далее. Тоже логирование, тоже те же метоки и прочее прочее прочее. Data Model R — он не хвачен, слава богу, Гоу Китом. Опять же, есть миллион библиотек, зависит от ваших потребностей. Это может быть что угодно. Кассандра Ротбас, вообще что угодно. Секлайд, второй, третий, четвертый. Есть также библиотека для библиотеки Google. Она использует довольно нестандартный подход. Библиотека — это генерирование кода. Из-за статической типизации Google довольно программатична с ESL. Он есть, он может быть, вы можете его написать и использовать. Он будет немножко коряйким. Это будет не так красиво, как это было бы в другом, наверное. Но тем не менее. Гоу Китом — это библиотека, которая преобразует DSL, свой собственный какой-то последующий код. И сначала, говоря, дизайн вашего микросервиса. То есть это библиотеки, какую-то логику и так далее. То есть плейсхолдер или логика, которая будет потом описана. Здесь есть Гоу Аген, который генерирует вам ваш микросервис. Мне этот подход не нравится. Тем не менее он есть. Тем не менее, по-моему, у Java он довольно-таки в скале живучий точно. Когда подход в General First, он есть. Опять же, есть транспорт, который, возможно, по поддержке для инфраструктуры. Гоу А не может быть чуть менее, чем у Гоу Кит. Но там есть из коробки имитация IPA и Swagger. JVS точно знаю, что это шутбекура. Для всех есть Гоу. У него есть какие-то газки для Swagger. Это довольно удобная штука. Потому что с Гоу Кит придется попотеть то, чтобы делать газ для Swagger. А только это есть из коробки. Это многие, кстати, покупают. Потому что сейчас уже существует версия 1. А вот до версии 6, наверное, или 5. До документации 5 была такая кибер-фича. Раз мы говорим про векмент, то и про серверную архитектуру чуть-чуть. И, по-моему, в каком-то использовании фейсмейкеров была тема про Amazon Lambda. Не знаю, что это такое. Если не знают, это реализация для архитектуры компании Bazon. И вот здесь воркеры. Даже не воркеры, а из-за воркеров. Которые есть функции. И вы должны знать только о сущности этих функций. Как они будут обработаны. Где они будут обработаны. И за сколько времени вам это вообще неинтересно. Вы думайте об этом только как о кладбице. То есть проблема работы с инфраструктурой какой-либо вообще нет. В данный момент Амазон официально поддерживает бутон. Но есть два с лишним, которые позволяют вам легко красиво и быстро писать функции для Amazon Lambda на Go. Зачем это вообще делать? Зачем это делать? Зачем это делать? Потому что если мы… Вот почему я люблю Амазон. В принципе, если сервис Амазон, то что они предоставляют довольно подробную статистику. Графиками, цифрами и сколько вы им должны. Для Amazon Lambda есть подробно… Можно генерировать подробную статистику по времени выполнения кода. В том или ином языке. Проблема Java в том, что она долго стартует. Потом она работает очень быстро. У нас много ресурсов, для которого субстопали для длительных стартов. Проблема Node.js в том, что это Node.js. У плотных проблем нет, потому что он очень быстро стартует. Он легкий, он выполняет функции быстро и аккуратно. Потом тихо играет и никакой дорогой. Вот именно до этого есть аж две уже… Вот в основном это было представлено, по-моему, если не ошибаюсь, с этого года. И до сих пор уже есть две компании. Потому что и Апокс, и Спарта, которые являются компаниями, которые поддерживают эти библиотеки и выполняют какую-то проперетанную работу для людей, которые вас желали это делать. Дополнительная информация. Есть суперсайт в Голомковых. Там есть все другое. Плюс там есть много разделов типа WoW.PS.ru, которые построят шаговый проход по определенным программам. Было интересно. Можно посмотреть программу с комментариями, что они делают. Очень удобно. Плюс, вот я не буду давать никаких других материалов. Есть Google OnCorp, на котором есть все. Там есть огромная секция с документами. Там есть такие вещи по войне мира, по значению, конечно, по объему, как Effective Go, и стандарт языка, и прочее, прочее. То есть плюс там есть документы по тому же сетевому программированию, и прочее, и все остальное. Плюс есть там довольно интересные, живенько написанные Go. Плюс. Перед секцией вопросов, если они не будут. Плюс сделают анонс в СОП-40, в Непропетровске. То есть 19 сентября, предварительно. Будет в Bootcamp Go. Вот, если у вас есть товарищи, друзья, знакомые, бабушка, которые хотели выписать на Go и не работают с СОП-40, то зовите, приходите. Будет двухнедельный курс каждый день по часу полтора-два, в результате которого эти люди будут монстрозно писать Go. Да. Вот. Все, кто хочет. Стас. Если у них есть ИС-СОП-40? Нет. ИС-ИС. А ИС-СОП-40, конечно. Конечно. Конечно, вы любите. А вопрос? Я запомнил. Вы говорили по поводу того, что Go сам знает количество ядер, или Динамизин сам себя рентуально. Это как-то нужно? Да. Как это делается? Примерно. Вон-тайм только. Примерно два. Все. Да. Это очень удобно, потому что, ну, в моей практике была такая задача, когда двухклассов, ну, не наеденоклассов, четыре я, условно говоря, да, но на трех из них крутилось что-то страшное, что нельзя было пробовать, но нельзя было, если они не могли уберечь, и другие ограничения присутствуют. И у нас была одна свободная дробь, по которой можно было все делать. И корпусы. Да. Еще одна. Оцените? Есть уже какие-то стайлы графики, которые написали? Конечно. Да. Как вы их оценили? Есть в стандартном тут-сете такая штука, называется Go, пробел, f, mt. Это материал. И, собственно, подал KillerPitch еще одна. Для больших команд. Вообще, код, который пишется более чем одним человеком, он должен выглядеть, как вы пишете один человек. Вот. По идее. Вот. В каких языках точно вон взгляд, потому что у всех есть какие-то свои видения того, что дело должно быть, это да, и прочие все вещи, эти блюдовые. И, соответственно, вам, там, не знаю, как-то, и кидор, 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 передумать, там, кидор, передумать, передумать, посмотреть, делать все. Либо автоматически, либо нет, если автоматически в вас сбалится какие-то ошибки, которые исправлены, наверное, наверное, наверное. Очень долго. У кого есть штука, которая форматирует просто такой код согласно этим стандартам. Укучно все. То есть и вопрос в принципе простая лгает, да? И вообще нет. если набить в билет англостаргаве, там будет очень мало результатов это не в javascript в программе, там 100-500 тысяч миллионов вариантов и все остальное, то есть это один год я пытался найти какой-то аналогический спект ну? как такового, кто это имеет? да, да, за конец, прошу прощения возвращаясь на данный билет ОРМ ОРМ прямо в коробочке, которую вы получаете после инсталляции нет но есть, скажем так, мета-интерфейс датабейс HCPO, который позволяет вам уже из коробки работать с чуть-чуть допиливанием, да, с небольшим работать со всеми SQL стандартными базами данных используя там, в эти базы данных это можно считать каким-то ОРМ, да, то у вас есть все равно что-то есть вот здесь есть какие-то стандартизированные эффекты и все остальное если вы не используете какие-то там очень специфичные функции, которые уже подлиться или там, и, не знаю, ОРМ то можно считать, что они взаимоконтируемые если мы говорим о том, что не входит в результаты есть ОРМ, конечно, есть есть ОРМ, который работает с реализационной базой данных он довольно взрослый, протестирован, многим используется то есть ОРМ, да, есть вот вам, например, в DevOps вам надо поддерживать во многих компаниях процесс компиляции и запихивания серверов возложен на DevOps в DevOps у вас есть стандартная система и вам не хочется иметь 100-500 виртуалок и все остальное вы можете, есть как-то кросс-компиляция то есть на вашем машине, независимо от архитектуры сдаётся код бинарный для любой архитектуры то есть можно одновременно скомпилировать линды и писать какой-то бинарный для ИЛИКСа для ИЛИКСа да, да, да и два последнего если вы говорите о том, что они не функциональные, а структурно структурно и те, как бы, наше планеты есть есть, кстати, на ДТОК есть, конечно, коробочные архитекты да, там, большинство, ничего не ощущаете там, не делаете активы ничего не делаете в Скабельне есть очень хороший горбочный архитектр с небольшой задержкой а плюс версии 1.5 или 6.1.7 в следующей версии у них была огромная огромная команда группа работают специально кусочных горбочных коллекторов там не было Голоскопов изучили систему там, ну, с точки зрения памяти там еще все да да но у меня игрок через ОЛУЗ ГИТХАПа, да и как ты его компайлуешь и каким компайлуешься ну, что ты делаешь переверку на код, или на код, или на код а, конечно, конечно ну, потому что есть можно и конечно да есть проверка всей ГПНТ, когда вы делаете импорт например импорт ИХАП.com ваша липа ваша липа тут предварительно он, конечно, стягивается в стандартное кодное место он анализирует витак чекера потому что, конечно же, может быть проблемы если у него есть предварительная цена вашего решения то они тоже стягиваются точно так же и проверяются точно так же как ваш компьютер делает различие между вашим кодом и не вашим кодом все рассматривается как ваш код есть есть долго я был очень долгим пользователем а есть есть идея да почти все юзер какую-то ее реинкарнацию там веб шторм что-то еще в общем это все идея есть шикарный плагин для идеи автоконфликт линтинг шибок там очень неплохой анализатор очень советуем все-таки бесплатно есть такой да можно запущенного в оборот есть стандартная информация по использованию процессов CPU использованию процессов памяти количество рутин количество системных трендов которые запущено то есть да а стандартно что-то визуализируется нет тут чем ходить то есть есть нюрэли которые собирают есть почему есть да есть куча графита примерно да на лейтинге да да и в а есть есть такая мысль о том что данные в канал придут если не надо но вместо ответа из канала можете получить ошибку не менее потому что те же есть каналы есть много параметризованных функций которые можете посылать и канал с ошибками если они будут канал с данными параметрического полиморфизма нет поэтому вам придется делать два канала который будет тип рор а второй тип который джингирующий или например входящий вот и плюс если у вас функции которые читаем ваш канал сми проблем может быть она работала внешними источниками внешними сервисами вы просто ничего не делаете посылаете его кстати довольно непривычная система работы ошибок то есть что-то что там всплывает на океан это ошибка это значение тоже вы можете его принимать вы можете его посылать и значение и соответственно обрабатывать это значение о стол окей если есть из Харькова или Киева там 19 числа он одновременно здесь тортует и просто подойдите по местному у HR спросите по местному да спросите по местному потому что дойти ссылку на регистрацию очень сложно постарались да я не видно да спросите у местного да все просто да да для этого мы потом идем пить 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 да ну самое интересное стараться поддерживать нужно сказать что сбросать глупо эдитер да наверное почек да и если там брови и спа понял хорошо окей вот такой вопрос длинный ответ версия 1.5.6 я уже не помню появилась поддержка мобильных актитут то есть мы Go можно копировать для мобайла то есть на это для андроид это есть компиляция и плюс сделать декомпилирование андроид приложения например Google то есть Google мобильный то есть т.е. язык используется в уникальных серверах используется чуть-чуть на мобиле много проектов в компании его звать ну может быть что шоу но опять же он с опенсорсом У него огромное количество контрибуторов не из Google, то есть, если даже Google отвалится, при самом, когда занимаешься рис-менеджментом, если Google отвалится, то там все равно остается огромное количество контрибуторов по основойствам, которые будут работать. Потому что в тот суперслайд СКБ, там было огромное количество компаний, для которых он уже стал бизнес-кредитом. Поэтому все, думаю, что уже, что я на качестве рецепта будет там. Вот, там есть еще вопрос. Язык, наверное, изначально для каких-то зелий предназначался? Какие типы приложений больше всего подходят? Ну, или точнее, язык, да, какие типы приложения? Серверные беками, да. Ну, а есть какие-то юзкейсы, какие там приложения, например, на Google? Ну, кроме специфических, типа там, докеров, ну, какие-то там, стартапчики, что-то. А, можем сейчас, давайте, если у вас есть желание еще. А можно еще раз презентацию сначала? Я еще раз. Да, на самом деле, да. На самом деле, лучше стартапы. Сейчас мы его подождем. Сейчас покажем. Ладно, прогреемся. Да, в том же, например, если мы продолжаем говорить по Google и YouTube, как сейчас Google, да, огромное количество сервисов в YouTube. Два обработки видео, то есть, тоже, коннотации, видео, на ней написано. Как мой проект это показывает, там, в основном, микросервисе. Писать этот бод, хорошо просто, на самом деле, тем, что он открывает, там, минусы небольшие языка. Очень сложно, не сложно, чуть-чуть дороже, чем на Java, например, или на Ruby. Если поставил, то это вместе. Писать бизнес-логику. То есть, бизнес-логик, он чуть дороже или нет, но у меня есть проблемы с деселями, поэтому невозможно определить какой-то методистик, на котором, в том числе, будет массово. Поэтому, ну, такие задачи, которые требуют перфоманси, это обработка данных. Так, очень часто. А можно, не шутим, можно еще раз сначала? То есть, обработка данных, ну, и компании занимаются, тот же Bloomberg, например, это огромные компания, которые сейчас живут с того, что продают финансы с информацией. О, косяк уже. Так, сейчас, вправо и рукой. Сейчас, пью. Да, да, да. Еще раз. Оп, супер. Спасибо. Например, тот же Netflix, да, у него все стриминговые, вообще знаете, да, что такое Netflix? Хорошо. Все стриминговые сервисы написаны на Go. То есть, там огромные потоки видео, тупого очень. Они каждую секунду идут при помощи того. GitHub, вот, одна из моих любимых логотипов в данном контексте, они сервисы в компании, которые обычно выписывают что-то и запятая C, вот. Сейчас очень много тоже переписывается на Go, и с Lube, и с C в том числе, потому что Lube еще в использовании C, потому что еще в написании. Тот же Booking.com, они всегда были адептами, сначала первого, потом бетона, а сейчас тоже очень много переписывают на Go. Точно так же, как и Dropbox. Я знаю, что Dropbox то ли делал, то ли делает, то ли сделал. Огромный менеджер клауда, который спихивает наши файлики по нужным серверам, он тоже был. То есть, в случае, гипервизор, он тоже был переписан на Go. То есть, в принципе, для третьих, даже, может быть, для больших 300 этих компаний, Go, или, например, для Uber, да, или Uber, да, который вот Givin, да, запрепился, я не знаю, зачем. Но, тем не менее, там, собственно, сервис, который, гео-таргетинговый сервис, да, гео-анализирующий сервис, выписан на Go. Классные статьи, они блоги для Гома, про анализ геоданных с помощью Go. Поэтому, да, есть куча компаний, которые используют. ЭТБ, конечно же, тоже. А ВМАР, знаете, что-то в том числе? Я знаю, что у них есть блоги статьи Pro. Я знаю, что они ее для чего-то используют, конфеты для чего-то нет. Ну, потому что, проплитарные... Да. Есть куча ВДТ, которые, да, да. Есть куча ВДТ, которые позволяют использовать какую-то систему или использовать какие-то Мидуэр. Потому что, например, если вы говорите, то есть программирование для веба, да, есть джин, библиотека небольшая, которая занимается локингом, не фронтой каменный библиотек, а есть веб-то, что ВДТ под нее для Мидуэра. Если вы используете в стандартную библиотеку, да, например, NetPackage, да, без личного чего-то либо, есть тоже какие-то дестройки, которые позволяют делать систему Мидуэр. Да. Да. Кто это делает, этот парень, как вы говорите. Все? Можно? Да. А если, допустим, у нас есть архома, есть понятие такое, как паркарив? Ну, в смысле паркарив нужно делать какую-то плачу. Еще раз уже нужно. Допустим. 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 Да. Да. Есть байкинг, да, конечно? Долго. Ну, слава. А, я понял. Система продливания? Да. Нет. У нас же нет, у нас же нет джинвальной машины, поэтому нам нечего деть. У нас сперва там Санкт-Петербург. Комбинатор? Комбинатор? Вы конструктором? Нет. Нет. Все точно. Байткод. Понятно. Нет, не это то ли вообще не точно, но в машине, но в другую систему. Если я уже не могу. Я уже хочу видеть. Горан, слушайте. Горан, слушайте. Горан, слушайте. Горан – это проклон вашей программы без ее компиляции, но без выдачи вам результатов компиляции. Хорошо. То есть, вы можете делать GoView, вы можете делать GoRun, в той определенной файл. Но все равно происходит какая-то компиляция. Все равно происходит компиляция. пидеда, там, тмв, причем лифа. Она есть. Для того, чтобы украсть этот степчик, когда вы делаете GoView что-то, что-то, что-то сказать, чтобы сделать БАУ. Горан, слушайте. Какого у них позволяется? Боник нет. А ЕАКИ? Нет. Это проблема. Нет. Я не понял. Типа, I am B, I am B. Типа, держишься, да? Были попытки это сделать, но все почему-то мало. Потому что, нам все равно проигрывает компиляция. Ну, есть, в любом случае, есть любой акт, довольно спецкейл. Есть там уже, акциональная, тоже есть, потому что, будет хорошая, банка. Да, подходит к тому, что, код, try, replay, ну, они не используют. Все? Да. 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 Статические, да? Есть, есть статические. Статические, есть рейтинг. То есть, предварительный запуск, когда их пользуются. Декс кондишнеры оплавливаются. То есть, да, можно использовать, непосредственно, симплексы, и прочее, типа, и все остальное. Соответственности типов, можно где-то предсказать, что будет происходить на данный сценарий. Спасибо. Погнали! Спасибо! Погнали! Погнали! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok